Бактерии и другие крошечные клетки просто делятся надвое, чтобы размножаться. Однако более сложным существам необходимы другие способы размножения. Яйца клетки животных такие же разнообразные по своей структуре, как и сами животные. Всем привет, любители животных! Хотите взглянуть на необычные яйца? Так уж и быть, покажу. Нось себя лайк. Я слышал, вы хотите увидеть больше битв животных? Большинство акул и скатов обладают яйцами странной формы, которых иногда называют кошельком русалки. Само яйцо погружено в тонкую капсулу, заполненную коллагеном. Они часто бывают квадратными или прямоугольными с волокнистыми или заостренными углами, но могут приобретать и другие причудливые очертания. Акули яйца часто вымывают на берег, зачастую они размером с ладонь, хотя зафиксировано обнаружение яйца длиною в два метра. Как правило, акула оставляет свои оплодотворенные яйца на морском дне, где они остаются до того момента, пока не вылупятся, не нуждаясь больше во внимании со стороны матери. В некоторых яйцах живут несколько акулет, но к моменту выхода в свет остается самый сильный, который съедает остальных. Осьминоги оставляют свои мягкие полупрозрачные яйца на выступах камней и кораллов. Самки откладывают сотни тысяч яиц одновременно и остаются защищать их от голодных хищников до тех пор, пока они не вылупятся. Зачастую это занимает много времени. Они начинают очень сильно хотеть есть, поэтому некоторые осьминоги поедают часть своих яиц, чтобы выжить. После того, как крошечные потомки вылупляются, они питаются микроскопическими организмами, такими как планктон, до тех пор, пока они вырастают достаточно крупными, чтобы жить на морском дне, как взрослые. Мать, как правило, съедается хищником сразу после того, как она выходит из своего логова, потому как она слишком ослабла и не может себя защитить. В отличие от акул и осьминогов, большинство рыб не спаривается. Самка откладывает или выпускает неоплодотворенные яйца, а самец покрывает их спермой. Некоторые мужские и женские особи одного вида рыбы могут даже никогда не встретиться друг с другом. Хотя некоторые виды, такие как осьминог, остаются защищать свое потомство, большинство ничего не делает после откладывания яиц и дает им возможность развиваться самостоятельно. За один раз самка откладывает миллионы яиц, поэтому даже самый голодный хищник не может уничтожить все. Некоторые яйца откладываются на защищенных поверхностях, таких как скалы. Тогда как другие свободно дрейфуют в воде, иногда проплывая сотни километров. Свободно плавающие яйца называют ихтопланктоном, и некоторые умеют плавать еще до вылупления. Женские особи птиц и большинство рептилий высиживают оплодотворенные яйца. При этом практически все будут защищать их до того момента, пока они не вылупятся в специально построенном гнезде. Даже после появления на свет потомство часто остается беспомощным и требует дополнительного ухода. Оболочка яйца птиц состоит из карбоната кальция, который также является основным компонентом морских раковин и жемчуга. Некоторая яичная скорлупа из соображений безопасности окрашивается в разные оттенки. Яйца часто немного зажаты с одной стороны из-за давления, которое они испытывают, находясь внутри матери. Это полезно для многих птиц, потому что именно благодаря этой особенности яйца катятся по кругу, а не укатываются далеко вперед. Многие птицы поддерживают постоянно теплую температуру, сидя на своих яйцах. Некоторые птицы украдкой откладывают свои яйца в гнезда других птиц, которые невольно становятся приемными родителями. В яйцах динозавров иногда содержатся маленькие окаменелые детеныши, что предлагает фантастическую возможность заглянуть в прошлое. У яиц динозавров много форм. Некоторые из них предстают перед нами в виде удлиненных сфер наподобие таблеток, другие похожи по форме на слезу, третьи на сферу. Многие виды динозавров откладывали много яиц и защищали их. Но немало было и тех, кто откладывал яйца без разбора и не ждал, пока они вылупятся. Ученым удалось найти яйца динозавров самых различных форм. Однако лишь немногие из них похожи по форме и по оболочке на яйца современных птиц и рептилий. Они крупнее, чем яйца любого существующего животного. Самое большое из них имеет 60 см в длину и 12 см в ширину. Оболочка яйца содержит крошечные поры, которые пропускали газы к эмбриону. Яйцо, которое слишком велико, нуждалось в очень толстой оболочке для того, чтобы поддерживать собственный вес. Это делало проблематичным доступ воздуха к эмбриону. Губки и кораллы производят яйца таким же образом, как это делают большинство рыб. У них нет мужских и женских особей. Вместо этого женские и мужские органы есть у каждого существа, которые выпускают яйца и сперму в воду. Некоторые размножаются бесполым способом. Даже без мужских и женских половых органов просто выпуская несколько клеток, которые вырастают в новых особей, при этом им не нужно быть оплодотворёнными. Некоторые губки могут размножаться, просто разделяясь на части, и каждая часть становится самостоятельным организмом. Некоторые виды губок, если их аккуратно разрезать на части, снова сливаются вместе, образуя новую форму организма. Если вы расположите фрагменты достаточно далеко друг от друга, то каждая губка просто превратится в новую особь. Женские особи насекомых часто хранят сперму полученную в результате одного спаривания и используют её для последующих оплодотворений, потому как многие самцы умирают сразу после спаривания. Насекомые сразу откладывают очень много яиц, а иногда даже выстраивают гнёзды или экстравагантные питомники для них. Яйца сами по себе могут иметь потрясающую форму, или же могут быть мастерски замаскированные. Некоторые яйца откладываются в воду, а новорождённые насекомые уже приспособлены проводить первую часть своей жизни в воде до выхода на воздух. Многие насекомые заботятся об отложенных яйцах, а некоторые муравьи и термиты даже поддерживают определённый уровень влажности. Большинство амфибий начинают свою жизнь в воде, но взрослые особи живут на суше. Их яйца, следовательно, часто откладываются в воде. При этом они окружены специальным гелем, который удерживает их всех вместе. Когда они вылупляются, их называют головастиками. При этом они обладают жабрами, а конечности у них отсутствуют. Они плавают как рыбы, хотя изначально головастики лишены рта и питаются остатками яйца, поглощая их через кожу. В конце концов, у них появляется рот, конечности, лёгкие, теряется хвост, и они полностью становятся взрослыми особями. Некоторые лягушки заботятся о своём потомстве, если вокруг нет достаточного количества воды. Однопроходные, как полагается, произошли от рептилий и были предками современных млекопитающих. Единственные существующие на сегодняшний день однопроходные – это утконосые ехидны. Они являются теплокровными, у них есть волосяной покров, они вырабатывают молоко, поэтому не являются млекопитающими. Тем не менее, в отличие от других млекопитающих, они откладывают яйца. При этом, в отличие от птиц и рептилий, когда яйцо находится ещё внутри материнского организма, она поставляет ему питательные вещества, как это делают другие млекопитающие. Яйца однопроходных – маленькие, белые и сферические по форме. Они откладываются в небольших количествах в норе, а после того, как они вылупляются, мать ещё на протяжении четырёх-шести месяцев заботятся и ухаживают за ними. Утконос держит яйца в тепле, прикрывая их своим хвостом, а ехидна согревает их своим телом. У однопроходных нет сосков, чтобы вырабатывать молоко, однако оно у них выходит вместо пота, таким образом новорождённым есть чем питаться. Вивипария подразумевает рождение живых детёнышей. Иногда, однако, вырабатываются и яйца, но вплоть до вылупления они находятся внутри матери. Это происходит у сравнительно немногих видов змей, рыб, тараканов, скорпионов и некоторых других животных. У морских коньков женский особь передаёт яйца самцу, а он их вынашивает до тех пор, пока они не вылупятся. У млекопитающих яичная скорлупа вообще не образуется, их зародыш развивается непосредственно в материнском организме, которое снабжает его питательными веществами через плаценту. Вивипария требует гораздо больших энергетических затрат, чем это требуется яйцокладущей матери, но она позволяет пойти намного дальше и дать жизнь более сложным существам. Вивипария естественным образом приводит к тому, что родителям приходится обучать своих отпрысков, адаптируя их жизни в окружающем мире и прививая им необходимые навыки. Яйцокладущие животные в основном рождаются, обладая всем, что им нужно знать о выживании, необходимым для существования в природе, а млекопитающих нужно учить. Однако в той или иной степени млекопитающие могут научиться жить в гораздо более широком спектре сред, чем могут яйцокладущие животные. Яйца этих животных выглядят довольно-таки уникально. Я уже не говорю о том, что некоторые животные способны настрогать этих уникальных яиц чуть ли не миллиард, но как они выглядят с нашим обычным представлением о яйце — это точно что-то другое. С вами был канал Животный Мир, подписывайся на группу в Кундукте, ссылочка под видео. Всем пока.